За долги застройщика Ясной Поляны дольщики могут заплатить квартирами. Арбитражный суд Омской области перевел компанию «Рокос» на следующую стадию банкротства. Напомню, с 2010 года фирма, которой руководил депутат ЗАГС Собрания Омской области Хабалда Шушубаев, находилась в стадии финансового оздоровления. На ее продление настаивали как дольщики, так и само руководство компании. Однако суд отклонил ходатайство, и теперь «Рокос», скорее всего, ждет распродажи имущества в пользу кредиторов. В том числе, с молотка могут уйти и квартиры дольщиков Ясной Поляны, которые они ждут уже почти 9 лет. Конкурсного управляющего назначат 27 декабря. Между тем, руководство компании еще на прошлой неделе уверяло, средства на завершение строительства есть. У нас существуют активы, сейчас освободившаяся земля, квартиры разные, на сумму более 2 миллиардов рублей. На достройку девятого дома надо 120 миллионов рублей. На установку котлов надо 6 миллионов. Все. Больше затрат там нет. Если введут все-таки банкротство, то тогда все люди, согласно существующего нынешнего законодательства, они эти квартиры не получат. Однако не суд. Ни кредиторы, ни дольщики уже не верят обещаниям «Рокоса». Потому процедура банкротства компании продолжается, пока не в пользу собственников квартир. Сейчас они ждут того, что их поставят в один ряд с кредиторами. Однако есть риск, что, в своей очереди, на возмещение убытков люди так и не дождутся. Долг «Рокоса» перед главным истцом, казахстанским АТФ-банком, составляет почти полмиллиарда рублей. Если опять же взять все эти годы, которые называли банки, что это с 2012 года, они все это им прощают и чего-то ждут, как, впрочем, и мы, а действий-то никаких не предпринимается, где он возьмет деньги? Он же даже не сказал этого. Остается только взять канистру, выйти на площадь, облить себя и поджечь. И этого касательно каждого дольщика. Или пойти перекрыть дорогу, чтобы весь город стал окончательно. Ну, есть ли у дольщиков перспективы после этого решения все-таки получить свои квартиры? Предлагаю послушать комментарии эксперта. Конечно, будет достроено все это. Все это будет достроено. Я думаю, что после банкротства будет, или во время банкротства, будет организовано ТСЖ, товарищу сообщнику, или ЖСК, жилищный строительный кооператив. И людям придется еще вложиться, чтобы доделать свое же жилье. Да, вариантов других не будет. Да, люди пострадают. Но виной тому господин, нам всем известный, вместе с Рокосом.